Здравствуйте. Какой у вас номер? 07784. А удостоверение будете это предъявить, пожалуйста. На каком основании я вам должен удостоверение предъявлять? На основании закона о судебных приставах. Вы отказываетесь? Я отключать ничего не буду. А почему вы не отключите? Я медицинский работник, я против кранки. Не надо, не надо, девчонки. Никаких проблем не будет. Нет, я получила справку. А это председатель городского суда. Справочку дайте мне, что вы не можете по состоянию... Да, что я должна быть еще? Вот это бое. Вы видите меня? Что я должен видеть? Я рентген... В тот раз я, ребята, отключу, я просила. У вас есть же прибор. Вы проверьте нас просто. Я не могу прибором женщины проверять. Можно вопрос? Вы сначала проходите нормально все. Сейчас опять начинаете. Что у вас? Да, потому что это незаконно все. Что незаконно? Незаконно. Что незаконно? У вас есть этот прибор? Вы проверьте. В аэропорту в результате проверили меня. Не могу я вас с прибором проверять. Пройдите через вас. Нету ни карманов, ничего, я доверяю. Супер сумочку оставляйте на столе, у нас на столе сможет. Чем-чем занимаетесь? Ничем? Вы там взглянули, взглянули. Нет, значит нет. Что ты делаешь? Вот раз за меня ребята пустили. Ну что, меня тоже пропускали. Не может быть такого. Что теперь в драку лезть, что ли? Ты что делаешь? Все, давайте не будем. Не ходите через рамку. А я вам не ходил. У вас есть прибор, начинка. Это прибор, что я говорю. Это правило поведения судов. Так это ваше внутреннее правило. Вот наши внутренние правила. Так они только на вас распространяются. Они только на вас распространяются. Они не зарегистрированы министрами. Так мы вас не заставляем. Я понимаю. Не ходите. Я понимаю. Я понимаю. Не ходите через рамку. Я понимаю, что вы не законом руководствуетесь, а лишним мнением руководителя. Я не могу вас проверять. По девятой данной. Там есть сотрудничества. Я не имею вас права проверять. Удоверение инструктора? Нету дела. А удоверение инструктора? Только паспорт, да? Я журналист. Я журналист, действующий, постоянно. При том, по работе. В том числе. Я не вижу так паспорт. А я не обязан его вам в руки давать? Я не вижу. Как-то не видите. Вот. 20 сантиметров от лица. Не видите? Что делать? Давайте не будем встать. То есть вы требуете дать в руки, да? Я требую, чтобы мы нормально. Вот я ложу, но в руки я вам не даю. А мы запрещаем его брать в руки. Не пропускают. Через металл этот детектор меня загоняют. Я думаю, я добровольный станет 20 месяцев. Мужчина, вы так и не пристали. Немо вещество, фамилию назовите, пожалуйста. Я не буду вам ничего называть. Отказываетесь. Отказываетесь. И удостоверение отказываетесь. И удостоверение отказываетесь потом. Благодарствую. Раз, два, три, четыре, пять, 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 пять. В канцелярию? Я даже не знаю, как говорится. Рамка не отключена. Рамка не отключена. Бима не пропустит. Под вашу ответственность. Какая же у вас сила. Вы, наверное, поудли с ним, да, занимаетесь? Нет. Нет? Откуда столько силы, что уже трех женщин вместе со скамейкой занимаетесь? А мы с тобой, мы с тобой, точнее я подготовлю документ, вот для этого, 077-84. И в ФССП жалобу. Каждый. Предельно. Любой может прийти, надеть черную манеру и сказать, я судья. Все. Ну или я, Дед Борос. По настроению? Слушай вас. Ну а я подавать сейчас буду. Давайте. Сегодня какой-то, смотрите? Сургутский городской суд. Нагадатка. Все. Все, пойдем на лифт. Стоит на лифт. Куда проходим? Куда дальше идем? У вас что, заряд записывали, что ли? Ага. За документами. Вы записывались к кому? 500? Какой? А что тут, строгий режим? Строгий режим. Какой вы записывались? Подавите кабинет. Все проходите. Проходите сами. В канцелярию. Сейчас куда вы хотите? Познакомимся с материалами дела. Ну какой кабинет? Не знаю, Шерстабитов где сидит. Именно к нему? Да. А чем? Вам назначили. Нет, я подал заявление. Я имею право по закону. Подали заявление? Когда подали? Сейчас? Только что. Ну вам, у вас уведомо, это когда вам можно будет. Я же сейчас хочу ознакомиться. Сейчас вы не сможете. Почему? Везде ознакомливались у вас нет? Сразу же в этот день? Да. Уточнил информацию с секретариателем. Везде, во всех судах. Приходишь, они говорят, пиши заявление. Вот я написал за... Там в Средловске. Приходишь? Сейчас скажут, скажут. Я не собираюсь скандалить. Нет, я говорю, скажут, пройдет все. А он где-то, не имею? Надо, конечно. В Средловском суде приходишь, говоришь, хочу знакомиться. Они говорят, пиши заявление. Пишешь, и через 10 минут тебе дают материалы дела. Сейчас, пищи. Что? Его пригласят. Все, вам позвонят, пригласят. Скажут. То есть вы нас выгоняете? Мы вам объясняем порядок, который действует здесь. Вы пишете заявление, вас позволят на телефон, мы ведомим, когда вам можно подойти. Разрешите, я сейчас позвоню им в канцелярию. Так подойдите, в канцелярию. Мы только что там ходим. Нет, туда, к частобитому, к секретарю. Как преступников охраняют? Что у вас происходит, ребят? Туда не ходи, сюда не ходи. Туалетом можно хоть? Можно, да? Алло, здравствуйте, девушка, подскажите, я хочу ознакомиться с материалами дела. Только что подал заявление в канцелярию. Хочу к вам подняться. Ну, как судья резолюцию поставит на ознакомление, так ознакомитесь. А сейчас я что, не могу ознакомиться? Ну, вы же заявление только что поставили. Ну, и что? Вот у меня в руках второй экземпляр, я могу вам дать сейчас письменно. Ну, поднимайтесь. Вот, пожалуйста, девушка, говорит, поднимайте. Шестобиту. А нас вон втроем не пускают. Четвером уже. Вы же в приемную все пришли. А девушка, я только что звонил, повторите, пожалуйста, я могу подняться. Алло. Вы подали только что заявление. Судья резолюцию еще не поставила. Заявление у нас... Ну, вы же только что сказали, чтобы я могу подняться. У меня вот на руках есть заявление. Материал дела еще не подготовлен для ознакомления. В смысле не подготовлен? Я на любом этапе имею право ознакомиться, согласно закону. Мы как подготовим дело, так позвоним вам. В смысле подготовим? Оно даже в неготовом виде я имею право ознакомливаться с ним. А как его надо подготовить? Посолить, поперчить, я не знаю. Что там не готово? Алло. Оформление дела не готово. Оформление дела? Так оно мне оформлено не нужно. Оно мне нужно на текущей стадии. Вы хотите нарушить мои права на защиту и отказываете мне в ознакомлении с делом на данном этапе? Девушка, не препятствуйте. Как дело будет готово, мы вам перезвоним. Оно мне не нужно готовое. Мне нужно сейчас, в данный момент, ознакомиться с ним. Ну, поднимайте. Вот, пожалуйста, девушка говорит, поднимайте. Девушка, повторите, пожалуйста, я могу поднять. Поднимайте, передайте. Ребята, ну что вы творите, а? Вы что, вот сколько вам платят за это, а? Мне интересно. Пошли, а, Антон. Вас совесть не мучает? Вам позвонят. Антон. Нет, только что к вам давать. В смысле позвонят? Вы не позвонили, вам сказали. Согласно закону я имею право ознакомиться с материалами дела на любой стадии. Антон, к шее. Согласно закону мы вам сказали, вас не пустим. Какого закона? Такое же цель наше. Назовите закон. 12-го федерального закона о судебном приставе. И что, какой пункт? Я вам дальше не собираюсь ничего обучения. Антон, быстрее. Возьмите. Обязаны. Читаете. В смысле читаете? Там все правила. Все правила, все указано. И законы, и все. Вам объяснили, вы написали заявление, вам позвонили. Не доставили, а точнее. Вам сказали, что... Не доставили. Ребят, я хочу пройти к председателю суда. Он на каком этаже сидит. Сейчас, не знаю, можно... Так, а вы кому звонили, кому судил? Ну, сейчас... Шестобитов? Шестобитов. Телефон сказать? 778-172. Тебе-то не снимаем. Сейчас, я отдал туда. На телефон. Пойдем. Все. Он только хочет бивать. Пошли на мой. Спокойно, спокойно. Поголову с телефона вообще сидим. 778-172. Секретарь от судей Шестобитова. Здравствуй. Вы приемные чудные Шестобитова? Да. В чем дело? Я хочу ознакомиться с материалом дела. Я что, что-то нарушаю, что ли, или что? Буянюю. Почему вы мне отказываете? Она же мне только что сказала, поднимайтесь. Ребят, что бы вы ни предприняли, я все равно найду выход. Понимаете? У меня соображалка для работы. Нельзя. А почему к Шестобитову нельзя? Сейчас приемный председатель позвонят. А почему к Шестобитову нельзя? Ну, сам судья не разрешил. Да? А у нас что, закон? Пошли. Подожди. Пошли. Я хочу с председателем поговорить. Почему я не могу ознакомиться с материалом дела? Все, давай. Все. Нет. Свет, ты сама не начинай. Ты сама не начинай. Сейчас, подождите. Позволит председатель. Все, у вас в неделю не примут без записи. В смысле без записи? В прямом смысле. А что, просто так нельзя прийти? Мне председателю... Я хочу, пожалуйста, на ваше действие. Председателю суда. Пишите заявление. И вас... Куда? Сударев, секретаря. Секретаря? Я начну. Пишите заявление. Да, консляр. Ну, я об сильно еще хотел поговорить. То есть, у вас, я правильно понял, у вас в вашем здании можно в любое время прийти только в туалет, правильно? Даже в туалет нельзя. Даже в туалет нельзя? В туалет можно. У вас режимный объект, да? В туалет проведем. А номер режимного объекта назовите, пожалуйста, по закону. А, то есть, не знаете, да? Давайте записывайтесь. Куда, в туалет? В туалет не надо вам записывать. Можете пройти. Я надеюсь, что вы в туалет не все вместе. А почему в туалет без записи, а Кузнецова и Шерстобитова только без записи? Не, ну это дурдом вообще. Вот что на вас, полицию вызывать? Вы же мои права нарушаете. Я имею право знакомиться с материалами дела. По закону. Да, нам это не интересно. Ну как-то не интересно. Вы по закону действуете или по понятиям? Вам что-то там сказали в противовес закону? Все, давайте, хватит. Мы не хочем. Не хочем? Ну на не хочем, мне что еще можно ответить? По заявлению записаться? По заявлению записаться? Десять раз уже объяснено. Ты сейчас ничего делаешь. Так я уже подал заявление. А это я хочу еще подняться. Подняться можно, секретариата отдать? Хочу подать заявление. Ко мне сейчас мы делаем. Прием, я все подаю. Все туда подавайте. Ну я уже подал, я еще вот туда хочу подать. Ну вот там, все там. Все подается у нас. То есть нельзя подниматься? Да, зарегистрируют, подадут. Я уже написал, я подал. Вот у меня наука второй, не даю подать это напрямую. А у вас тут видео можно снимать? Нет. Я хочу заснять, как нас сопровождают. Четвером. Вы что, особо опасные преступники что ли? Или кто? А, просто гуляете? Четвером? Обход, территориум. Да. Че себе? Давай заявление напишем. А если мы в туалет пойдем, вы с нами пойдете? Антон. Ну помолчи, Светлана. Заявление будет. Какое? Я уже что написал? На прием к председателю. Председателю записаться нужно тоже заявление написать. Да ладно? Чтобы попасть на прием. Вам же объяснили, когда? Да. А у тебя есть бумага? Вам там образки подписывают. Ну давай, напишем. У вас только один судебный пристав занимается подниманием скамеек с людьми? Ну, что я делаю? Поднимает скамейки с людьми только один пристав? Или все так делают? Я не знаю, я видел. Не видели? А я видел, собственными глазами. Ну, вы так делали когда-нибудь, нет? Не помните? А если бы вам приказали, вы бы подняли женщин со скамейки? Вместе со скамейкой? Поднимаем. Вы за мной следите? Угу. За всеми. А? За всеми? Я вас тут первый раз вижу. До этого ни разу не приходил. Давайте, давайте, вам не все вставали. Так как команды вставайте. Там написано. Благодарство. Даже за тем, как я обращение подаю, следят, представляешь? Специально заходят и смотрят, что я делаю. Так, все, в принципе, да? Что тут делать? Друдом гестапо называется. В таких случаях ментов топа вызывать. Да. Победить. Да, пограничить свободу передвижения по зданию. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...